Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 6 августа. Сейчас буду рассказывать вам о самых интересных сортах томатов в моем каталоге. Два сорта будут новинки. Это 318-й, вот этот минусинский гигант, и 566-й дрова. А ладошка у нас под номером 252. Это сорт, который много-много лет у меня в каталоге, про который я говорила и жаловалась, что сколько бы ни посадишь, сколько бы ни выросло вот этих огромных плодов, все равно будет мало семян, потому что это такой сорт, у него одно мясо. Но начать хочу, конечно, я с дров, потому что многие интересовались, когда я показывала зимой, как растут вот эти дрова. Смотрите, не напоминает вам ничто вот эта форма этого плода? Конечно, напоминает томат Казанова. Про томат Казанова я говорила много раз. Он у меня, это наш сибирский сорт, много лет выращивается. Но томат Казанова имеет более длинный такой, объемный. Короче, тут дело в размерах. Есть же размерчик поменьше, есть размерчик побольше. Вот дрова, они размерчик поменьше, миниатюрные. И знаете, что напоминает еще? Я сначала думала, почему дрова вроде как... А они действительно, томаты как рубленые, вот такие прям. Они даже не совсем кругленькие, они как бы, как то ли четырехугольные, но так их друг на друга, если положить точно, как поленница. И так же, как в поленнице, вот когда колят дрова, рубят. Какой-то полежка больше, какой-то меньше. И томаты точно так же. Вот смотрите, одно полежка совсем маленькое, крошечное, другое такое огромное, здоровое. Но у всех у них вот такой своеобразный кончик с дырочкой, опять же напоминающий и Казанова, и вот есть Аурия желтая. Еще, кроме Казанова, еще какой-то есть. Но я не буду вспоминать другие сорта, мы сейчас говорим про дрова. У меня в каталоге он будет под номером 566. И в этом году мне выслали сорт дрова, потому что им интересуются многие. Все-таки он редкий. В магазине, вот у нас, например, я ни разу не видела, чтобы дрова продавались. Вот именно этот куст, вот с которого я собирала эти кусты, мне прислали аж с Германии, Нина Боше. И вот здесь, тут небольшие расхождения с этим, со снимком. Смотрите, на снимке, видите, какие длинные такие, из зеленой вот жопкой. На самом деле они, плоды намного короче, видите, они как рубленые, они в длину не тянутся. И жопок зеленых у них нет. Прозревает, все прекрасно, у них эта жопка прозревает. Я сейчас, ну вот смотрите, на пачке написано, семена редких овощей. Значит, все-таки где-то он продается, как семена редких овощей. И где-то гуляет информация в интернете, что дрова F1, то есть гибрид, то есть без продолжения рода, вы уже не сможете с него дальше много-много лет выращивать. А вот этот именно сортовой. Именно вот с таких томатов можно семена взять, и потом еще на следующий год, через год. Линейный сорт томата, он повторяет материнские качества до бесконечности. Что про него написано на пачке? Я потом скажу, подходит или нет, это к этому описанию. Очень интересный сорт по форме, напоминающий томат джигала. О, напомнили, кстати, еще такой же томат джигала. Про казанова они, наверное, и не слышали. Но превосходящий его по вкусовым качествам. Детерминатный сорт, раннеспелый для открытого грунта пленочных укрытий, возможно выращивание безрассадным способом. А также круглый год в домашних условиях. Высота 50-60 см в теплице, 30-40 см в открытом грунте и дома. Плоды красные, длинные, 10-15 см, весом 150 грамм. Но то, что они 10-15 см, да, подходит. Они потому что небольшие, а про казанова пишут, что в длину он может быть до 22 см. Раздвоенные на конце, малосеменные, не трескаются, очень красиво смотрятся в консервации. В консервации не пробовала. То, что они раздвоенные, да. В теплице не знаю будет какая высота. На улице действительно 30-40 см, как и написано. Потом что еще? То, что выращивать можно дома. То есть он подходит для балконного выращивания, скорее всего, да. Вот я вам скину ссылку на мое предыдущее видео, где я написала, наконец-то у меня появился сорт дрова, томат дрова. И там я показывала его куст в зеленом виде, когда они еще висели зеленые, но все усыпанные были. И там видно, что кустик невысокий. То есть он как карликовый. Он вот как все наши штамбовые, как ринет, как буян, как гном, как москвич. Он встанет в этот же ряд у меня вместе с ними. Тоже будет выращиваться на заваленке. Вот этот тоже выращивается на заваленке. То есть это тот самый толстоногий, который не вытягивается в рассаде, который неприхотливый, который без посынкования, который можно выращивать, посадил и забыл. Но, естественно, я его подвязывала к колышку, потому что все-таки такое обилие плодов, он весь в плодах. Если он упадет на бок у вас, и томаты будут лежать на земле, не у всех везет с погодой, как нам. Вот у нас было нынче лето сухое, засушливое, знойное. Они бы не сгнили. Но если бы пошли дождики, то лежа на земле, возможно, они бы подверглись гниению. Что еще хочу сказать? Сейчас мы его, конечно, разрежем. Но перед тем, как разрезать, я могу подтверждить, да, все данные, которые даны на пачке, они все соответствуют. Это низкорослые, вот такие у него мясистые, толстые, красивые листья. Очень декоративный. Он очень декоративный даже еще в зеленых кустах, когда только цветы и листья. Потом, когда он весь увешан вот этими сардельками, он еще более декоративен. Вы понимаете, что каждый куст я не могу показывать сначала с зелеными плодами, потом со спелыми. И про всю его жизнь, всю его биографию просто нет времени. У меня вот нынче 740 сортов было посеяно. И я про новинки, конечно, стараюсь про все рассказать, но уже не очень подробно, потому что бегом, бегом, бегом. Главное, я вам показываю. Сейчас проведем дегустацию. И после дров будет наипрекраснейший вот этот сорт, ладошка, который тоже семейный сорт. Он редкий, коллекционный, очень-очень вкусный, но совсем другой. Вот это малыши, это гномы, это дрова. Сейчас возьму нож, разрежу. Вот, и свой нож. Давайте. Но его смысла, я даже не знаю, как его резать повдоль, поперек. Его сильно смысла резать нет. Ясно, что это не тот мясистый сахаристый, который мы выращиваем для салатов. Конечно, это больше для консервации. И как вот по моему опыту, он очень хорошо подойдет для хранения, так же, как Казанова. А, хочу рассказать. Вот видите, ой, тут семенных камер вообще что-то мало. Наверное, правда, семян очень мало. Сейчас еще разломлю, чтобы показать вам сахаристость на разломе, какая мякоть. Скорее всего, вот я уже вижу, что это томат с большим содержанием сухих веществ. Видите, он не течет, он не вытекает. Он не тот сочный, вот который некоторые бекалоры можно взахлеб прям вот так вот кушать. Этот вы не схлебнете, не высосите. Но зато он хорошо будет храниться, и он хорошо будет вести себя в консервации. Шкурочка плотненькая, сахар, ой, этот, мякоть, видите, какая сахаристая. Семян действительно почти нет. Для разведения он, наверное, скорее всего, невыгодный. Но вот какой есть, такой есть. Вот это сорт дрова. Все, я надеюсь, кто ни разу не выращивал сорт дрова и хочет для себя приобрести, например, эти семена, они уже поняли, нужен он им или нет. Как салатовый сорт я его не назвала бы, что он для салатов, но как экзотический, просто как увидеть, посмотреть вот это чудо, вот эту красоту, а потом в баночку или потом в подвал для хранения. Для этого он подойдет идеально. Все, до свидания. Что-то я сильно разговаривалась, хвалила-хвалила его, а покушать забыла и сказать, какой он наш вкус. Так, я сейчас его откусила, покажу вам. Обычный томатный вкус. Кислинки нет, но и процентное содержание сахара, скорее всего, не очень высокое, потому что сладостью он не поражает. Короче, название самого сладкого томата, томат дрова, не претендует, скорее всего. У него другие цели. Все.